Но под конца года, я все понимаю, и понимаю, что это не ваша там вина, но люди сидят каждый день, люди пропавшие с бедности уже давно, да? Есть ли что-то конкретное сейчас, к чему вы идете по обмену? Есть ли следующий этап обмена? Видите ли вы его или пока это? Видите? Да. Значит, знаете, два вот тура переговоров. Мы отклонили ту стратегию, которую нам было предложено ОБСЕ. Не хочу сейчас говорить, что... На коротко, да. ОБСЕ предлагал... У нас в Минских соглашениях написано обмен всех на всех. И в Парижском саммите тоже было предложение... Но это общее, понятно, что сразу это не будет, они не будут... Да, правильно. Это динамический процесс. Поэтому нам нужно оговорить стратегию этих обменов, или мы там делаем так, как это было в прошлом, подтверждая, устанавливая лица один и другого больших групп. Либо мы должны перейти на обмен маленьких групп и при этом возродить вот это доверие, когда мы... Когда возможен обмен... Вот Украина всегда делала обмен, когда у нас мы передавали людей в достаточно больших количествах, чем забирали. Да, и много это возмущало, кстати, общество, что вот так получается. Вот сейчас мы должны перейти вне зависимости от того, какая... Не должно быть математической формулы. Должна быть готовность сторон, допустим, в какой-то момент готовность одного... Тут одного установили здесь 10. Давайте это сделаем. Смотрите, а можно ли сказать, что может быть переход от стратегии, вот мы долго-долго ждем, и наконец что-то получается или не получается с какой-то более-менее большой группой, может быть, будет так, что будет чаще, но небольшими группами? Мы хотим этого, но еще раз, это переговорный процесс, в котором та сторона должна согласиться на это. И при этом есть разный обмен, потому что вы же знаете, что территория управляется из Москвы, и удерживаемые лица есть как российского гражданства, так и люди, которые проживают на неподконтрольных территориях, которых они запрашивают. Запрашивают, кстати, далеко не всех. Поэтому тут тоже, у них тоже, вероятно, с процедурами вот тех, кого они запрашивают, они там тоже как-то формируют по какой-то логике по своей. Поэтому разговоры, динамика разговора совершенно разная по отношению к этим лицам. И мы бы хотели выйти на более частые обмены, пускай и небольшого количества людей, но мы бы хотели, чтобы эти обмены приводили к тому, чтобы большая часть наших людей возвращалась. А их-то, скажите, эту сторону как-то торопят французы, немцы? Они говорят, вы вообще собираетесь реализовывать то, что вы там хотя бы вот это подписали? А БСЕ не является командиром для той или другой страны? Они являются модератором процесса. Но модератор тоже может сказать, вы ответьте на вопрос, пожалуйста. Вот прозвучало предложение от украинской стороны. Что вы скажете? И мы фактически находимся здесь в международном праве. Именно поэтому у нас работают еще несколько групп, где есть и Александр Мережко, он специалист по международному праву, возглавляет делегацию ПАРЭ от Украины. И есть Костин Андрей, высококвалифицированный юрист, который может готовить законопроекты, которые могут приводить к каким-то положительным сдвигам в этом вопросе. Я могу сейчас только сказать, что мы очень активно в этот процесс вклинились. Я думаю, недаром у пана Грызлова со стороны Российской Федерации вдруг возникло желание поменять состав украинской делегации. Я думаю, что... В смысле? Как это он может поменять состав украинской делегации? Ну вот он недоволен. А кем он вами недоволен? Он не назвал конкретно фамилии, но в прессе, в той, которую мы отслеживаем, поскольку находимся в этом процессе, такие высказывания были. И вот я думаю, что это в каком-то смысле даже признание того, что сейчас делегация находится в более сильной конструкции. И мне кажется, что мы даже в какой-то мере захватили инициативу по некоторым вопросам. Продолжение следует...